Крупное железнодорожное крушение в Магасаки Экспресса 5418М произошло 25 апреля 2005 года в 9 часов и 18 минут по местному времени, спустя некоторое время после часа пик. Катастроф, сопоставимых с этой по масштабам в Японии, не происходило с 1991 года, когда на западе страны, в городе Сигараки, в результате крушения поезда 42 человека погибли и более 600 получили ранения. Сегодня я с вами по-прежнему в Техно-2 и мы попробуем восстановить историю и хронологию событий почти 15-летней давности, ответя вам на главный вопрос о том, как это было на самом деле. Инцидент произошел со скоростным поездом Кайсоку 5418М West Japan Railway Company, следовавшим по линии Токарадзука в районе Осаки. По словам кондуктора поезда, примерно в 8 часов и 53 минуты состав резко остановился перед станцией Токарадзука, потому что машинист проехал под красный сигнал светофора и произошло автоматическое срабатывание системы безопасности АТС. В результате поезд покинул станцию с опознанием в 15 секунд. На следующей станции Итами 23-летний машинист Рюдзиро Таками, ранее неоднократно получавший выговоры за оплошность в вождении, не смог правильно затормозить и состав вышел за пределы платформы на 40 метров. Машинист сдал назад, чтобы пассажиры смогли выйти из поезда, однако из-за этого опоздание в расписании возросло до полутора минут. Игнорируя сигналы о превышении допустимой скорости Таками, который управлял поездом, чтобы компенсировать отставание от графика, не стал соблюдать скоростной режим и вошел в опасный поворот на скорости 116 км в час. Из-за превышения максимально допустимой скорости в 70 км в час поезд сошел с рельсов, немного не доезжая до станции Амагасаки, и врезался в здание многоярусного автоматического паркинга. В результате два передних вагона перевернулись. Головной буквально влетел в автомобильную стоянку на первом этаже многоквартирного дома, стоящего у железнодорожного полотна, а второй сплющило и обернуло вокруг угла здания. Еще три вагона сошли с рельсов. Из 700 человек, находившихся в семи вагонах поезда, погибло 107, включая машиниста. Еще 562 человека получили ранения. Одной из причин аварии изначально называли столкновение поезда с автомобилем на переезде, но потом выяснилось, что поезд протаранил машину уже после того, как сошел с рельсов. Позже рассматривалась версия вандализма путем подкладывания посторонних предметов на рельсы, поскольку на месте крушения были найдены раздробленные камни. Однако дополнительный анализ опроверг данную версию. Некоторые эксперты полагают, что слишком крутой поворот на станцию Магасаки, который имеет радиус всего чуть более 300 метров, сыграл решающую роль в трагедии. Однако он может быть пройден совершенно безопасно, если соблюдать скоростной режим. С помощью специальных компьютерных программ специалисты установили, что скорость 106 км в час на данном участке уже является критической и может послужить причиной для схода состава стрельцев. Как показал черный ящик, регистрирующий время и скорость состава, скорость во входе на поворот у поезда составляла 116 км в час. Главной причиной крушения стали неправильные действия машиниста в сложной ситуации. После проезда станции Итами кондуктор был обязан дать разъяснение руководству о случившемся. Машинисту грозило серьезное взыскание, и он по телефонной связи попросил кондуктора приумечивать количество случайно пройденных метров. Кондуктор сообщил, что поезд проехал на 8 метров дальше станции, а не на 40. Рапорт кондуктора, безусловно, повлиял на молодого машиниста, приближавшегося к злосчастному повороту. После пройденных исследований было установлено, что за 4 секунды до крушения Токами все-таки включил тормоз, но было уже слишком поздно. Причем был задействован обычный, а не аварийный тормоз. Эксперты полагают, что машинист не использовал аварийный тормоз, потому что ему нужно было за него отчитываться. Именно таким образом строгие правила компании повлияли на действия машиниста. За опоздание и вызванные этим задержки на линии машиниста несли личную ответственность, отвечая штрафами и, кроме того, отправлялись на срочные курсы переподготовки, где вместо реального переобучения служащих нагружали нудной и тяжелой работой. На курсах машинистов постоянно унижали и оскорбляли. Как утверждают компании, это делалось для того, чтобы машинисты поняли груз ответственности, который на них лежит, а также цену своих ошибок. Чем дольше длился курс, тем больше были денежные взыскания. Молодой Рюдзиро Токами работал только 3 недели машинистом, когда он был отправлен на 30-дневные курсы за проезд платформы. Эксперты считают, что прошлый опыт на этих курсах мог оказать сильное воздействие на машиниста. Разобраться в такой сложной системе не всегда под силу даже закаленному местному жителю. Тем не менее, за многие десятилетия эта система доказала свою эффективность. На первом месте неизменно стояли два фактора – быстрота и комфортабельность, что всегда находило отклик у пассажиров. А безопасность она вообще подразумевалась сама собой. За последние 40 лет – ни одной по-настоящему крупной катастрофы. Нет, аварии были, иногда со смертельным исходом, но все они вписывались в рамки того, о чем все-таки можно было сказать «это бывает, это неизбежно». После катастрофы руководство жилец дорожной компании подло в отставку. На линиях начали устанавливать автоматические системы торможения АТС, которые не дают поезду превышать максимально допустимую скорость на участке. И вновь хочу сказать, что спонсорами этого видео вновь являются мои дорогие подписчики. Хочу выразить огромную особую благодарность Дмитрию Юрьевичу, Евгению Максимовичу, Виталию Владимировичу, Александру Сергеевичу, Роману Викторовичу, Павлу Владимировичу, Алексею Геннадьевичу, Евгению Александровичу и Андрею Алексеевичу. Спасибо вам огромное за оказанную помощь. А с вами был Втехно2. Всего вам доброго. Берегите себя. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале.